ДИСНЕЙ Юной Кейси попадает в руки значок, открывающий путь в параллельную реальность. Для того, чтобы понять, откуда взялся таинственный предмет и что за новый мир открылся перед ней, главной героине необходимо найти циничного гения-изобретателя Фрэнка Уолкера. Путь в один конец. Нас уже ждут. Давайте, за мной. По словам сценаристов, идея картины в том, что мы сами творим будущее. Каждый человек должен подумать о нем и изменить свою жизнь. Главные роли в ленте сыграли Джордж Клуни и Брит Робертсон. Тебе открылось место, где лучшие умы человечества собрались, чтобы изменить этот мир. Первым алматинским зрителям картина пришлась весьма по душе. Мне очень понравился этот фильм, как таковой, по одной простой причине. Там есть идея не сдаваться. Он пропагандирует именно то, что люди, которые идут вперед, они чего-то добиваются. Те, кто ждут, обязательно будут довольствоваться тем, что им предлагают. Эта философия, которая заложена в этом фильме «Земля будущего», она абсолютно верна. Вот какие ты мысли посылаешь в космос, в Вселенную, да такие они и возвращаются. Вообще, мне очень нравится Клуни. Он в любой роли гармоничен, органичен. И даже вот в такой, вроде бы, по-моему, даже совсем ему не свойство. Он же всегда мачо, да, он всегда... А тут он какой-то даже в некоторых местах растерян. Лента «Земля будущего» стартовала в кинотеатрах страны 21 мая.